Всем привет! У нас сегодня очередная распаковка посылки. Вот забрали с почты Серёжи только что. Посмотрите, какая огромная! Сейчас будем вместе с вами открывать. С какой стороны подойти, да? Непонятно. Ну что, открыли! Итак, ребят, это сыроварня. Сыроварня Бергман. Ну, начнём. Начнём по порядку. Всё, что лежит, будем доставать, распаковывать. И потом будем разбираться, что к чему и для чего. Да, что с этим совсем делать. Это похоже на... Это лира, наверное, да? Всё это лира, да. Сейчас всё распакую. Лира – это сырное зерно резать на кубики. Успаковано. Смотри, как красиво. Буквально вчера я готовила очередную партию сыра в кастрюльке. И уже не могла дождаться, когда же я попробую первый раз на сыроварне. Стояла, мешала, всё вручную. Думаю, боже, где же моя сыроварня? Так, ещё пакет документов. Слушай, ну она не такая и громоздкая, да? Я как-то себя больше не представляю. Компактная довольно. Так, коробки выйдут. Ничего больше нет. Значит, оставляем всё внутри. Нет? Вот документы. Покажу вам, как она выглядит. Сейчас откроем. Посмотрим, сравним, тоже или нет. В несколько раз потом всё обмотано, да? Упакова хорошо. Угу. Мы решили сделать это сюрпризом. Вам заранее не говорили, что к нам идёт сыроварня по почте. До последнего не ели. До последнего, да. Ну упакова нам так, что ели распаковать. Угу. Крышечка. Ну, сейчас будем изучать всякие непонятные нам штуки. Мы первый раз сыроварню вживую видим. Так. Только в интернете смотрели. Так что тут здесь долго. Надо посмотреть, что внутри. Она получается как? И электрическая, да? Вот там тен стоит внутри. И можно также её на плиту ставить. На плите готовить. Да. В общем, да. Как универсальная. Ага. На водяной рубашке. На самом деле, когда первый раз с каким-то оборудованием сталкиваешься, очень тяжело сразу что-то там рассказать. Потому что сам думаешь, а? Это что за отверстие? Это что за штучка? А это куда? А это куда? Ну всё. Мы сегодня целый день здесь будем сейчас вокруг неё ходить. Лира. Лира, ну-ка покажи. О, прикольно. Отлежка струны есть. Слушай, а правда? А когда смотришь в интернете, кажется, всё такое здоровое. Ну, как бы вот так раз, компактное оно вообще. Так, а Серёжа открывает мешалку автоматическую. Там что-то вон ещё внутри. Так, вот распаковали. Вот она мешалка эта автоматическая. Получается, смотрите, ребят, ну, одна крышка как обычная, да? Да, просто крышка. И ещё вот крышка с автоматической мешалкой. Что можно её поставить, он будет тебе мешать, вмешивать молоко, сырное зерно вымешивать. Вообще круто. Так, это тоже было в упаковке с автоматической мешалкой. Это блок питания, да, какой-то крышка? Да, да, да. Ну, это чтобы её подключить, наверное. Защита от перегрузок, замыкания, пониженное распотребление, защита от перегрева. Ну, сейчас будем разбирать. А, ну вот, типа как зарядка. Да. Так, вот эти шланги – это подключение к водопроводу. Там… Подача воды, слив воды. Там внутри комплектации всё есть, да? Да, 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 да. Получается, как подключить все эти переходнички. Так вот, насадка на кран, то есть на кран её накручиваешь и подключаешь воду. Ну, то есть вся самая такая фишка вот этой сыроварни, почему нам понравилась, у неё нагрев и… ну, то есть нагреть и остудить можно через водяную рубашку, да? Да. Получается, что вот, воду подключаешь… Заполнили водой, включили сыроварню, она погрела, нагрела, всё сделала, что нужно остудить. Включаешь воду, она промывает, мешает, остужает. Да. Это удобно, когда пастеризовать молоко надо, то есть, ну, чтобы не ждать, пока оно само охладится, ну, и когда резко охладить надо, например. Так, ну, вот здесь, наверное, эти… ну, термометр или тон. Датчики. Датчики. Температура. Всё. Вот это упаковка. Ага. Ой, это что, формочка для сыра? Да. Сейчас мы будем доставать, смотреть. Маленькая. Так, формочка для сыра. Ну, куда мне посмотреть? М-м-м, здорово. Смотри, внутрь запихнули, чтобы алмами сломалась по дороге. А, ну да, она же мягенькая такая. Вот такая грамотная упаковка правильная. Так, это у нас кран. Выключать, выключать воду. Ага. Так, здесь не знаю, что пока ещё. Здесь тоже. Ну, какой-то блок. Так, у нас термометр. Это погружной термометр. А, ну, с щупом. Вот он. Это чтобы щуп в молоко получается. И здесь вообще по инструкции можно будет выставлять температуру. До какой температуры, например, нужно нагреть молоко. Ну, когда вот закваску добавляю или фермент. И он звуковой сигнал будет подавать. С таймером. С таймером. Это вообще самое вот то, что я ждала больше всего на самом деле. Чтобы не стоять возле кастрюли. Да, вы что, ребята, представляете, какая экономия времени это. Конечно. Конечно. Хотя первые разы, мне кажется, когда будешь готовить, ты всё равно будешь кругами вокруг неё ходить. Это сравни, когда пошли стиральные машинки-автоматцы. Сидели, смотрели. Да, да. И ждали этого сигнала. Так и мы в первый раз будем, наверное, ходить кругами вокруг неё. Но потом привыкнешь уже, конечно, будешь спокойно уходить. Будешь знать, что всё, она справляется со своими обязанностями без тебя. Что-то такое. Я не знаю. А это, по-моему, на корпус, по-моему. Это вот сюда вот эта штука ставится. Да? Нет? Ну, наверное, да. Сейчас разберёмся. Так, ещё какое-то крепление. Для погружного термона. А, это для щупа, наверное, да? Ага. Да, чтоб он туда вставлялся. Как это составляли. Молодец. Ну что, ребят, мы сейчас дальше будем тут разбираться со всем этим оборудованием. Всегда при такой покупке всё так волнительно. Руки трясутся. Да, руки трясутся. Не знаешь, с чего начать. Столько всего неизвестного и интересного. Это надо всё собрать. Ну и сейчас, по ходу, будем уже разбираться. И вам рассказывать, как это всё работает. Смотри, комплектация полная. Есть всё. Для подключения. Для инструкции есть. Вот смотри. И зажимчики, и прокладочки. В документах нашли здесь ещё купон подарочный на тысячу рублей. В магазине. Градус Хаус. Это Серёжа на самогонный аппарат. Ещё в комплекте также идёт пакет и хлористого кальция для приготовления сыра, чтобы больше выход был с молока. И микробиальный ренин. Это такой, насколько я знаю, растительный фермент. Тоже для приготовления сыров. Но я таким ещё ни разу не пользовалась. Вот будет первый раз. Так, разбираемся в документах, в инструкциях. Домашняя сыроварня Bergman. Это, значит, на неё инструкция по эксплуатации. Сейчас посмотрим. Так, это документы отдельно на мешалку для сыроварни Bergman. Ну, вот это автоматическое, которое... Так, что это? Домашнее сыроделие. Лучшие рецепты мира. О, как! Даже вот такое положили. Лучшие рецепты мира. Начнём. Почитал, разобрался немножко. Сейчас берём мешалку. Мешалку хочешь собрать? Затягиваем, чтобы она не соскачила. А эта штучка всё-таки вот сюда, да, ставится? Ну, наверное. Ты её прикрутил уже? Да, ну, просто так. Она на магните должна быть, да? Да, то есть... В общем, эту штуку можно крутить, как хочешь, по сути. Ну, вот эта самая удобная. Она в инструкции так написана. Самый удобный вариант. То есть вот эта штучка загинается и прикручивается. А сама основа на магните, получается, вот этот термометр, ставится на магнит. А это для щука, да? Ага. Ну, вот мы сейчас всё делаем. Ну-ка, как оно? Оп. Туда. И к этой штуке подключается. Ага. Всё. А здесь, получается, будет, ну, вот как дырочка, да? Да. Поставили, здесь она вот эта штука сделана. Сейчас соберём, видишь? Видишь? Вот. А можно его, если молока поменьше, то вот сюда. А, здесь два положения. Да. Да, конечно. Ага. Вижу, два положения. Так, ну давайте проверим мешалку сначала. Её проще уже воткнуть. Включай. А, гудит. Смотри, она крутится. Ну-ка, подними ещё раз, дай посмотреть, как перемешивать будет. Ага, медленно, вообще классно. Слушай. И получается, прям захватывает, да, всю. Да. Всю поверхность будет крутить. Угу. 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 Радости моей нет предела. Так, разбираемся теперь с термометром. Он на батарейках. Угу. Это что, мизинчиковая? Угу. Одна мизинчиковая батарейка. Включили. Он включается здесь сзади и здесь вот таймер. А, вон как переключается. И теперь всё это вот можно регулировать. Так, разбираемся теперь с подключением воды. Ну, Серёжа, естественно, разбирается, потому что я тут вообще ничего не понимаю, если честно. Космический корабль. Во время работы в сыроварне запрещено закрывать верхний штуцер. Возможен взрыв. Так, здесь у нас два шланга. Вот этот большой получается для слива воды. Он подключится вот сюда. Вот этот маленький. Вот он потоньше. Это для поступления воды. Вот он вниз. Так, теперь с краном разбираемся, как к нему соединить. Да, вот эта штука. Там тоже в комплекте всё. Да, и наружная типа, и внутренняя. То есть, как удобно будет. Так. Ставим уплотнительное. Всё. Подошло? Да, всё. Закончено. Ну, они как стандартные шланги. Водичка бежит. Ой. Брызгает. Так. Всё. Мы можем подключиться на сыроварную. Сейчас уже. Ой. Ну, всё. Вроде более-менее как-то разобрались. Сейчас будем тестировать на воде. Ну, хотим попробовать немножко воды туда залить. И вообще процедуру всё, как это работает. Потыкать кнопочки там. Воду позаливать, посливать. В общем, через водяную рубашку. А сыр уже, естественно, попозже будем готовить. Когда уже поймём, как всё это работает. Так. Ну, что. Приступаем. Вот такая система. Подключили. В общем. Ну, у нас здесь как бы не достаёт до розетки. Но это пока всё. Вот. В тестовом режиме. Чисто проверить. Да. Потом мы приспособимся. Как нам удобнее будет, так и будем делать. А сейчас будем проверять работу на тене. Именно, да, Серёж? Ну, то есть мы плиту не включаем. Нет. Сейчас мы проверим работу теной. Как нам бывает водяная рубашка. Соответственно, до как именно нужно градусов. Допустим, до 34. Да. Это внесение всего вот этого дела. Как это всё остывает, нагревает равномерно, неравномерно. Заодно проверим супер сварные швы. Течёт, не течёт. Ну, тестовый режим. Тестовый режим. Так. Всё. Подключили, получается, к электричеству. Серёжа здесь подключил шланги. Сейчас включаем воду. Угу. Сейчас ждём, пока сверху побежит. Выключаем. И уже можем выливать. Да. Получается, вот вода здесь заливается. Отдача снизу. Обрата снизу. Сейчас она должна, когда наполнится водяная рубашка, должна палиться... Ну, уже через... Сливаться начать, в общем. Через верх палиться. Ждём. Вот здесь мы залили воду уже. Так, ну что, вроде нигде ничего не бежит пока. Вроде не бежит. Со всех щелей кивьётся. Вот. Термометр. В воде. Щуп. Всё. Дождались. Вода полилась. Вот, смотрите. Всё. Водяную рубашку мы наполнили. Получается, Серёжа сейчас кран выключил. То есть, подача воды остановилась. И перекрыл вот здесь. Ну, здесь, получается, свободно должно. Она должна отходить свободно. Ну, что? Ты включил? Там что-то загорелось, да? Читаешь? 14 градусов показалось. Так, ребят. Вот блок управления. То есть, ТЭНом 14 градусов. Вот он нам сразу показал температуру водяной рубашки. А с остальным мы сейчас будем разбираться с этими кнопочками. Так, с блоком управления разобрались. Настройки, значит, в настройках добавили температуру нагрева до 32 градусов. Вот она, водяная рубашка, уже нагрелась. Термометр также настроили желаемую температуру до 32 градусов вот справа. А слева показывают текущую. Так, температура поднимается уже 30 градусов. Осталось 2 градуса всего нагреть. Ждём. Всё, слышите сигнал? Вот температура сравнялась. Нагрелась до 32 градусов. Оп, выключили. Всё, гасим. Всё выключили, в общем. Вот, температура 32 градуса. Пожалуйста, можно там закваску добавлять и дальше уже готовить. Ну всё, ребят, мы проверили сыроварню. Вроде всё работает со всеми блоками, термометрами, со всеми кнопками разобрались. Вот Селёжа сейчас открутил, шланг снял. Вода сливается с водяной рубашки. Из сыроварни тоже воду вылим, всё высушим. Ну и всё, как бы мы готовы. Можно уже там завтра, скорее всего, варить первый сыр в сыроварне. Так, ну что, настал следующий день и сегодня мы будем готовить сыр. Я сегодня во всеоружии, как настоящий сыровар. Заодно покажу, как делаю сыр. Многие просили рецепт. Я налила уже молоко в сыроварню. Сегодня буду из 10 литров делать. Начать я хочу с пастеризации молока. Да, потому что эта сыроварня позволяет это сделать. Мне хочется проверить, как это будет всё происходить. На молоке уже, да, а не на воде. Пастеризация у нас какая бывает? Длительная и мгновенная. Мгновенная – это когда доводят практически до кипения и резко остужают. Ну, до 98 градусов, например, да. Я такую пастеризацию использую при приготовлении сливочного масла. Но об этом в другом ролике. Для сыра всё-таки рекомендуется делать длительную пастеризацию. Это когда доводится молоко до примерно 63 градусов и выдерживается 30 минут при этой температуре. А потом уже резко охлаждается до температуры внесения закваски. Вот именно это сейчас мы попробуем сделать. Итак, я всё подключила к крану. Я набрала уже водяную рубашку полностью. Вот оно моё молоко. Щуп термометра у меня опущен, вот в нижнем положении. Теперь нам надо выставить нужные настройки на термометрах, на блоке управления и на вот этом термометре. Итак, здесь у меня показывает. Текущая температура молока 37, вот слева. Это потому что я водяную рубашку набрала уже тёплую воду. То есть она мне уже подогрела, пока я с вами разговаривала. И сейчас мне нужно выставить температуру желаемую, до которой мне нужно нагреть. Для этого просто прибавляем. Нам надо 63. Всё, больше ничего не нужно нажимать. Теперь с блоком. Чтобы на блоке прибавить температуру нагрева, нам нужно сначала зайти в настройки. Для этого нажимаем S. Ждём, пока появилась F1. Ещё раз нажимаем S. И после этого две кнопки зажимаем S. И вот верхняя, чтобы прибавить. Верхняя прибавить, нижняя соответственно убавить. И вот таким образом прибавляем, прибавляем. А я прибавлю больше. Не 63, вообще рекомендуется именно температуру водяной рубашки выставлять. А побольше, чтобы у нас шёл хороший нагрев. Где-то до 68. Всё, все настройки ввели. Сейчас у меня, посмотрите, как быстро греется температура водяной рубашки. Уже 53. Молоко уже 38. Чтобы оно нагревалось равномерно, я сейчас поставлю ещё мешалку. Всё, мешалка включена. Работает, слышите, будет. Молоко перемешивается, будет равномерно у нас нагреваться. И сейчас осталось дождаться только звукового сигнала таймера, когда температура у нас достигнет 63. Если кто не понял, ещё раз хочу подробнее на этом остановиться. Нагрев у нас идёт не от прямого соприкосновения ТЭНа с молоком, а от воды. То есть ТЭН нагревает воду, потом только у нас идёт молоко. И эта вода греет молоко по всей поверхности. Вот такая система. Это называется деликатный нагрев через водяную рубашку. То есть для молока, конечно, это более такой щадящий способ. Всё, слышите сигнал? У нас температура достигла 63 градусов. Отключаем, чтобы не пищало. Выключаем мешалку. Всё, тишина наконец-то. И захожу в настройки и понижаю температуру до 63 градусов. Всё, смотрите, чётко. Текущая температура 63. В принципе, на этом пока можно идти заниматься своими делами. Оставляем молоко на полчаса. А вот этот блок все эти полчаса будет работать за нас. Как только температура у нас вдруг захочет понизиться, да, всё-таки она стоит, будет подостывать, он тут же её подогреет. А ещё хочу сказать, что по сути в этой сыроварне пастеризацию можно использовать же не только для молока. По идее можно здесь варить джемы, конфитюры какие-то делать, пиво даже варить. Так что вариант её использования довольно разнообразный. Итак, ребят, полчаса прошло. Всё, у нас выдержалась температура 63 градуса. Прошла пастеризация. Сейчас нам нужно резко охладить молоко. Для этого сейчас вот на блоке управления надо будет поставить, то есть снизить температуру до температуры внесения закваски. У меня это 32 градуса. И здесь также на термометре выставить необходимую температуру 32 градуса. После всех настроек я включу в кране холодную воду. И она начнёт, соответственно, сливаться горячее, заполняться холодной и начнёт резко температура падать. Так, сначала я вот здесь поворачиваю кран. Ой, в другую сторону. Ага. Теперь открываю холодную воду на всю. Всё, побежала, побежала. Вот он слив. Отсюда будет сейчас сливаться вот эта горячая вода, которая у нас как раз 62 градуса. И вот так вот проточной водой будет охлаждаться. Давайте посмотрим, как температура падает. Вот, смотрите, стекает вода, заполняется холодной. Температура падает очень-очень быстро. Сейчас вот последим, чтобы когда она достигнет, в общем, 32. Я просто кран закрою и всё. Так, посмотрите, температура уже 33 градуса. Остыла довольно быстро. Ну, я закрыла уже крышкой. Я перекрыла кран. Всё остановило охлаждение молока. Я пользуюсь закваской универсальной, мезотермофильной. Дониска, наверное, самая популярная такая запаска для сыров. Но нам же прислали хлористый кальций. И это будет первый раз, когда я использую его при приготовлении сыров. Так как у нас молоко пастеризованное сейчас, вообще считается, что хлористый кальций обязательно в этом случае надо вносить, чтобы у нас получился нормальный сгусток и был хороший выход сыра. Вот он, этот пакетик. 2 грамма кальций хлористый. Его необходимо растворить в небольшом количестве воды комнатной температуры. Я вот уже приготовила и внести в молоко. Он рассчитан как раз вот эти 2 грамма на 10 литров молока. Всё. Выливаю, вот развела. Волистый кальций. Выливаю молоко по поверхности. И всё это мы перемешиваем тщательно. Дальше набираем закваску. У меня вот такая ложечка. Поближе покажу. Обычная мерная ложка. Одна тридцать вторая. На ней написано. Именно такую ложечку закваски я использую на 10 литров. Вот так это примерно выглядит. Вот закваска. Белый такой порошочек. Набрали. И аккуратненько по всей поверхности рассыпаем её. Вот таким образом. Ждём пару минут. Она на поверхности начнёт работать. И только потом тщательно перемешиваем. Всё. Перемешиваем закваску. Накрываем крышкой. И ждём 30 минут. Сейчас поставлю таймер. Температура у меня вот она поддерживается. И на блоке вот здесь видно, что она стоит на одном месте. Поэтому я сильно не тороплюсь. Я не переживаю, что у меня что-то остынет. Это конечно очень удобно. Всё. У меня сработал таймер. Я его сейчас отключила. Прошло полчаса. И время добавлять фермент. У меня также самый обычный сычужный фермент. Я им пользуюсь. Для него у меня другая мерная ложечка. Вот такая. На ней написано 1 четвёртая. На 10 литров 2. Вот таких ложки беру. Также растворяю его в воде. Сейчас перемешаю. Всё. Добавила. Две ложечки. Всё. Выливаем фермент. Помешиваем также. Здесь я ничего абсолютно не меняла. То есть у меня как стоит 32 градуса везде, так я и оставляю в этом положении. Всё. Фермент добавили. А вот сейчас мы будем ждать дольше всего. Чтобы у нас сформировался сгусток, обычно уходит где-то не менее 40 минут. Я сейчас также поставлю себе таймер. Ну на 40-45 минут может быть. Дальше мы проверим, если сгусток ещё не очень плотный, не сформировался. Можно подождать ещё. Всё. Вот так вот сработал таймер. Прошло у меня уже 45 минут даже. Так. Ну что. Проверим сгусток. Вот наше молоко. Я это делаю самым обычным ножом. Хорошо, конечно, широким. Вот. Покажу поближе. Вот так вот я обычно делаю. Вот так вот мне удобнее просто камеру держать. Вот. Приподняла. Смотрите. Разошёлся. Всё. Нормально. Можно резать. Теперь в игру вступает лира. Балалайка такая. Буду пользоваться первый раз. Поэтому если вдруг как-то не так режу для тех, кто уже пользуется и готовит. Ну извините. Вот. Ну надеюсь получится. Так. Ну. Так. Как-то вот так по-моему её надо с наклоном опустить. Всё. Поехали. Ой. Надо было щуп убрать. Он мне будет мешаться наверное. Сейчас уберу ребят. Вот. Так-то лучше. Щуп надо убирать. Так. Потом надо как-то вот так вот повернуть. Ещё прорезать. Ещё прорезать. Вот так вот. Ещё. Вроде как же так. Интересно. Очень удобно. Так. Вот такое сырное зерно. Оно. Теперь нам необходимо его вымешать. что я сделала. Что я сделала дальше. Я во-первых вернула щуп термометра на место. с задержателем вместе поставила. И поставила нашу мешалку автоматическую. То есть обычную крышку убрала. Вот она мешалка. Но сырное зерно будет не просто вымешиваться. Его в этот момент необходимо ещё нагревать. Поэтому я снова возвращаюсь к своему блоку управления. Ставлю температуру на 40 градусов. Здесь также 40. Всё. Я мешалку уже включила. И сейчас. У меня тут ещё таймер стоит. Вот. Сейчас. Пусть она уже вымешивается. Поставлю температуру, чтобы нагреваться начала. Пока у нас вымешивается сырное зерно. Я вот подготовила формочки уже. Куда буду сыр раскладывать. Это вот. Мои формы всегда ими пользуюсь. Это вот. Которую прислали. Ну попробуем её сделать. Также здесь у меня интересные такие зернышки. Кто готовит сыр, наверное, знает. Это пожитник. Я его уже обжарила. Сделаю одну головку с пожитником. Кстати, очень многие его просто кипятком обдают. Но мне всё-таки кажется, что обжаренный он намного вкуснее. Вот. Ну, лично для меня. Ну, в принципе, и клиенты довольны. Всё, ребята. Температура достигла 40 градусов. У меня сработал звуковой сигнал. Я сразу всё отключила. То есть выключила блок управления, и термометр, и мешалку. Всё. Они нам больше не нужны. На этом процесс именно для сыроварни закончен. Сейчас мы будем перекладывать сырное зерно в формы. Так, вот оно сырное зерно. Вот так оно вымешалось. Сейчас поближе покажу. Вот. Вот так выглядит. Я сначала соберу сыр в формочке обычный, без добавок. Ну, сделала такой классический, так сказать. Вот. А потом уже в самом конце сделала с пожитником. Так, я уже докладываю последнюю формочку. Вот у меня на дне буквально осталось. Лишнюю сыворотку я вот стаканчиком отчерпала. Ведро у нас её мило будет пить. Сейчас, чтобы мне было легче достать последние остатки сыра. Ну, плюс ещё сыроварню нужно мыть, да, всё. Я сначала, естественно, солью всю воду из водяной рубашки. Не забываем, что она у нас полная воды. Она сейчас тяжёлая. Поэтому, прежде чем её помыть и убрать, нужно слить воду. Оставлять так не надо. Поэтому сейчас я кран открою. Краник там внизу. И водичка у нас будет сливаться. Итак, ребят, вот 4 формочки наполнила. Вот так выглядит сыр, когда только-только слили формы. Сейчас он у меня чуть-чуть постоит, но минут 10. Я его первый раз переверну. Пока у нас сыр стоит, прессуется. Можно помыть и приотбирать сыроварню. Вот всё. Вот я скрутила. В принципе, можно убрать её до следующего раза на хранение. После того, как я пропарю сыр. Парится он у меня 3 часа. Он идёт у меня на соление. Я солю сыр в рассоле. Тоже в зависимости от веса головки. Но это уже совсем другая история. Если всё это в одном ролике рассказывать, это очень долго. Сейчас как бы не об этом. После того, как он посолится, он идёт у меня уже в холодильник на вызревание. Возревает не меньше двух недель. Итак, 10 минут прошло. Будем делать первое переворачивание. Это пожитник. Видите, да, семечки. Так. Следующая. Вот это новая формочка. Интересно. Смотрите, рисунок какой будет. Следующий. И вот так вот все переворачиваем, чтобы он у нас с двух сторон был красивый. Так. Пока сыр у нас опять стоит прессуется, ещё до того, как поставила парить, хочу просто сказать, вот самые такие лучшие моменты, которые мне понравились. Я же первый раз готовила именно в сыроварне. Я всегда готовила в кастрюльках. Первое, что очень вообще обалденная штука, это когда не надо стоять и мешать полчаса. Это сырное зерно, пока оно нагревается. Здесь ты включил эту мешалку и всё. Она тебе сигнал подала, ты пришёл, всё, у тебя всё перемешано. Дальше про то, что он поддерживает температуру постоянно. Этого тоже я не могу делать в домашних условиях без вот сыроварни. Здесь температура постоянная. На самом деле это очень важно для сыроварения. Вот эти сыроварни Bergman, они продаются в разных вариантах. Есть на 12 литров, на 20 и на 30. У нас вот это на 20 литров. Плюс также они бывают без тена и с теном. Ну то есть вот с вот этим блоком управления либо без него. То есть вариаций там на самом деле много. Купить их можно в интернет-магазине Gradus House. Ссылку я оставлю в описании ролика. Ну и плюс дополнительные ссылки тоже, кому интересно, где почитать, где посмотреть про эти сыроварни. Перед тем, как поставить палец, так и быть, я вам покажу уже более-менее, так сказать, сформированную головку сыра. Сейчас мы её рассмотрим, разглядим. Вот эти все неровности, я не знаю, видно, нет? Вот так вот, наверное, ниже, да? Вот, казалось бы. На самом деле, этому сыру всего ну полчаса от силы. Это абсолютно нормально. Это потом всё упрессуется, ничего этого не будет видно. Он сейчас ещё мягенький у нас, вот такой вот. Вот он, с пожитником. Вот такая красота. Через две недели он, конечно, будет выглядеть абсолютно по-другому. Он будет жёлтенький, твёрдый. Всё, ребят, на этом я сегодня своё видео закончу. Наше видео. Ну, мне Серёжа в первой половине видео помогал, поэтому наше видео. Тест сыроварни новый прошёл успешно. Мы очень довольны. Если у кого-то остались какие-то вопросы, пишите в комментарии. Постараюсь ответить. На этом на сегодня всё. Подписывайтесь на наши каналы, на Дзене, на Ютюбе. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Пока. Пока.